Обращение к Григорию Гробовому Григорию, не спошли радость, любовь, счастье, избившися надежду, умножь благость и умножь любовь. Преобразуй мир так, чтобы я освоил следующий мир, чтобы я мог видеть цвета жизни, чтобы я мог пользоваться вечностью, чтобы я мог двигаться навстречу вечности, чтобы я мог понимать вечности. Я должна знать законы Создателя. Григорий, помоги мне здесь и дай счастье разумения Создателя, как истинного живущего и вечного. Дай счастье понимания того, как вечность обрести в имени Твоем, как вечность обрести в действии моем, как вечность обрести в действии нашем. Да и счастье в понимании и объединении разума людей. Да и счастье в умножении благости и вечность. Да и счастье и движении души к вечности. Далее из книги «Воскрешение людей. Вечная жизнь. Одними наши в реальности». У воскрешенного человека полностью сохраняются профессиональные и все другие навыки, приобретенные им ранее в жизни. Содержание высказанного здесь утверждения представляет собой хорошо устанавливанный факт. Понятие духа дает истинность структуры познания. Духовный аспект всегда, в том числе и при воскрешении, дает возможность управления материей и познанием. Структура познания становится истиной, когда мы осознаем духовный аспект, а не акцентируем внимание только на воскрешении во физическом теле. При этом принципиально важно, что происходит в создании физического тела, соответствующей той же самой душе. Фактически при воскрешении человека происходит передача ему духовных знаний, на основе которых душа восстанавливает свою физическую часть. Поэтому структура познания становится истинной, когда идет совмещение духовной структуры и физической. Один из аспектов воскрешения – это восстановление созидательного сознания у живущих людей. Созидательное сознание, в принципе, присуще человеку с момента начала его жизни, когда организм растет, то какое то время он всегда созидает вокруг, пока не попадает в истину искусственных идеологических постулатов, недуманных, надуманных мыслеформ, неверных психологических установок, блокирующих его сознание, связи и т.д. Естественное развитие и приводит к затемнению человека созидательного сознания, потому исключительно важной задачей является восстановление созидательного сознания у живущих людей. Одним из методов для постижения этой цели является медитация. О ней уже говорилось во видении. Универсальным методом является практика воскрешения, реализирующая после восстановления у человека созидательного сознания, он начинает понимать, как он сам организован. И тогда он уже может воскрешать других, передавая им этот импульс. К процессу воскрешения следует одновременно подходить и как к процессу воспроизводства плода. Данный принцип сформулирован с точки зрения организации жизни воскрешенного. Когда он биологическому, когда по биологическому закону от мужчины и женщины возникает плод, для него резервируется место, где он будет жить и развиваться. Предполагается сразу, что в дальнейшем он будет иметь юридический документ и т.д. Аналогичным образом следует подходить и к процессу воскрешения. То есть предварительно продумать различные организационные моменты. Правда, я уже говорил во первой главе. Ключевые моменты в воскрешении контролируют название самоструктуры мира. Ушедшие не останавливаются в своем развитии. Духовное развитие личности идет всегда при любых условиях. Поэтому на духовном уровне воскрешение осознается как проявление общей гармонии мира. И именно поэтому в душе все люди знают о всеобщем воскрешении ушедших. Мир устроен так, что у человека изначально из душа – создание Божие, а тело представляет собой физическая часть души. Ранее физическое тело не рассматривалось как элемент общей необходимости. И в связи с тем биологическая смерть означала лишь определенный статус души, при котором развитие души шло при отсутствии физического тела. Между тем мы знаем, что существует взаимозависимость духовной структуры и физической. Об этом говорилось в принципе 2.2. 2. Наличие физического тела способствует более быстрому развитию души. И сейчас в условиях наивищей под миром угрозы глобального уничтожения, этот вопрос более быстрого развития человека приобретает большую актуальность. В настоящее время при наличии конфликта между людьми или между странами иногда прибегают к силовому решению проблемы. Часто биологическая смерть противника используется просто для того, чтобы избавиться от необходимости решения вопроса по существу. На деле это означает уход от решения, уход от принципиального рассмотрения проблемы. Сейчас надо отдать приоритет физическому телу, надо сделать ее неучтожимым, тем самым станет нелогичным и даже просто бессмысленным развитие средства уничтожения. Ведь по закону Создателя человек является вечным. И потому задача сейчас заключается в том, чтобы шире вновь проявить сознание о Создателе и вернуть людям сознание истинного уровня вечности. В связи с этим воскрешение выступает как возвращение к пониманию вечности мира. Воскрешение осознается как проявление общей гармонии мира. В душе все люди знают о всеобщем воскрешении, ибо душа – это отражение всего мира. Она находится во взаимосвязи со всеми миром. Создавая вечную душу, Бог создавал и вечные следствия этой души. То есть он создавал вечное тело, как вечную часть души, можно сказать и так. Видео создало и озвучило Сигуте.